Виталий Тавельевич, как Вы считаете, пытается ли Кремль сейчас ввести цензуру? И не только хочет ли он это сделать, но и может ли он это сделать, например, манипулируя теми же дотациями? Ну, дотация это несколько неповоротливый механизм, нельзя в одночасти выделить, кому-то какие-то большие суммы с кого-то снять. Не думаю, что это происходит в этой форме, хотя дотации как бы известны кому даются. И, как правило, это более лояльные по отношению к любой политике правительства, Кремля, газеты, чем те, кто не получает дотации. Но не думаю, что это сейчас именно активно используется. Цензура, не в советском, не в широкомасштабном смысле слова, сейчас ее пытается внедрить, точнее говоря, не цензура, а скорее пропаганду. А реанимировать вот такую мощную правительственную кремлевскую пропаганду. Ну, в первую очередь, по отношению к тому, что происходит в Чечне. В первую очередь, через газеты, которые там напрямую или косвенно, ну, практически подчиняются президентским и правительственным структурам, они тоже известны, эти газеты. И вот просто если сравнить там заголовки, шапки в разных газетах, увидишь, как одно и то же событие, даже не читая тексты, в одних газетах подается более объективно, в других газетах более тенденциозно, в смысле критики в политике правительства и Кремля. А в третьих газетах, как раз как оправдание этой политики. Это есть, безусловно, но джин выпущен из бутылки, так же, как, к сожалению, и вот этот военный механизм, или такой репрессивный механизм нынешний, российский, не таков, какой он был раньше, к сожалению, только в одном смысле, что если есть действительно проблемы, еще и принялись решать военным путем, так ее нужно решить, потому что это очень опасно, растягивать военные решения надолго. Этого не получается. Так и в области этой самой пропаганды, полуцензуры, полупропаганды, этого нельзя сделать. Тоталитаризм умер, его пытаются возродить в виде административной такой диктатуры, но тоже это все нереально. Свобода пресса реально существует во многих изданиях, в том числе даже и на телевидении, который в значительной степени по отдельным особенно программам контролируется Кремлевым правительством. И так или иначе, правда хотя бы на уровне одной из точек зрения прорывается. Но есть ли все-таки, на ваш взгляд, в Кремле большое чистое желание задушить критические голоса и иллюзии возможностей? Да, конечно, конечно. А это тут дело даже не в том, что люди, которые сейчас сидят в Кремле, они такие плохие. У них масса недостатков и в первую очередь неумение проводить нормальную политику. Это свойство каждого человека, когда он запутывается в своих делах не очень хороших, не знает, что делать дальше, а делать что-то нужно. Вот втянулся в эту авантюру с Чечней. Ну как ему перед всем миром выглядеть прилично, если все шаги довольно неприличные, даже там, где они как бы правильные? Ну значит, создать максимум информационных помех, чтобы там правда не доходило в полуочердь до своих граждан, конечно. Это человеческий такой эгоизм любого политика. Другое дело, что не в России, в странах классических, так сказать, демократических, при всей ущербности каких-то демократических институтов действуют отлаженные схемы, и там нельзя перейти определенную границу. У нас вот этого еще нет. Действительно, с экрана телевизора какой-нибудь правительственный чиновник может откровенно врать в глаза телезрителям, хотя он как бы должен понимать, что ложь его, она просто всем видна, что это очень неэффективно, что, более того, он может поплатиться за эту ложь в том числе своим собственным местом, хотя именно из-за того, что он им очень дорожит, он и лжет, столь откровенно. Нет, в целом механизм сломан, и восстановить его уже нельзя, ну если просто не ввести такую абсолютную диктатуру. Вы упомянули телевидение. Сейчас телевидение, государственные каналы в первую очередь, и ряд газет довольно активно поддерживают, пропагандистки обеспечивают применение силы в Течне. А общественное мнение, как складывается впечатление, очевидно, все-таки против, в своей большинстве, реакции в такой форме. Имеет ли какое-то влияние критическое общественное мнение на власть? Конечно, имеет, потому что совершенно очевидно, что если бы в первую очередь в Москве для власти, для нашей очень важна столица, всегда Москва, если бы на 90% все выступления по Чечне устные, в газетах, иные, публичные, на уровне писем, которые поступают в правительство, если бы они были в поддержку этой акции, это была бы одна ситуация. А поскольку это не так, то это, конечно, совершенно другая ситуация. Но, как в любой стране, это очень осложняет власти проведение их непонятной политики, ее непонятной политики. Но, опять же, проблема тут в том состоит, уже сейчас началось довольно много спекуляций на этой почве, кого-то обвиняют в непатриотизме, вот вы стоите за то, чтобы преступный клан этой Чечнёй руководил, вот, значит, вот вы защищаете преступников, вот это постоянно употребляющее в последнее время, что они размещают свои орудия рядом с детским садом. С одной стороны, как бы, да, плохо. Но, если задаться вопросом, есть две воюющие стороны, фактически, сейчас. Если в этом детском саду нет детей, я же не знаю, детский сад это здание, и детский сад это еще дети, так вот, может быть, детей-то уже нет, и с чисто военных соображений, ну, всегда размещают либо орудия там, где это скрыто, чтобы тебя не могли, либо используют какие-то другие возможности для того, чтобы это орудие не было уничтожено. Ну, тут вот, как бы, вот, постоянно имеется в виду, что, так сказать, та страна ведет себя абсолютно аморально, а это, как бы, абсолютно морально. Во-первых, в войне, так сказать, уже совсем другая мораль действует, и ни одна из сторон в войне никогда не ведет себя аморально, потому что сама война есть. Убийство с благими или не благими целями, и к убийству в любом случае, с точки зрения морали, относиться очень тяжело. И вот последняя версия, которая появилась почему-то не с первых дней этой операции, потому что сначала говоря о политических причинах, там, чеченский народ, там, не любит Дудаева, вот, там, насильственный режим, там, бог знает что еще, есть оппозиция, которая там представляет интересы народа. А в последние два дня заговорили о том, что это режим коррумпированный, преступный, криминальный, там, вот, три года они все грабили. То есть, да, вот вы, вроде бы, защищаете, как бы, этих преступников, те, кто скептически относится к этой военной акции. Вот, тоже сомнительный аргумент, во-первых, почему, если он такой серьезный, почему он сразу не появился? А во-вторых, извините, а три года, что это смотрела эта власть? Значит, все грабили, значит, криминальные структуры туда со всего, со всей России истекали, со всего Большего Союза, ну и так далее. Вот, все, что это говорят, а что же вы так сидели, значит, довели до того, что там создался криминальный очаг, который нужно армию уничтожать самолетами боевыми? Ну, это, я не знаю, за последнее время такие операции, там, проводились только против некоторых государств, где там, действительно, все на государстве наркомафии было захвачено. Ну, даже США это делали, так сказать, не против своей территории, что не допускать на своей территории такие очаги преступные. Вот, то есть, вот, как бы, вот этот уровень пропаганды кремлевской и этот уровень неверия в эту пропаганду со стороны общественного мнения, помимо всего того, что люди не хотят просто воевать. Ну, не хотят они воевать. Он создает, конечно, огромные проблемы для власти, дополнительно, потому что сама политика плоха, вот, ну, и плюс ее народ не поддерживает. Это, конечно, очень опасно. Очень важно, не знаю, там, оставить вы это или не оставить, но это очень важно. Можно сколько угодно было обвинять Советский Союз в том, что это милитализованное государство. В каком-то смысле это так и было. Там были всякие, там, пионерские игры, зорницы, армию, там, почитали, уважали и военные бюджеты, и все такое прочее. Вот. Ну, хотя бы на уровне мифологии, пусть будет так, а мифология, что, важное значение имеет в жизни, но и в реальной жизни, в основном, это было мирное общество. На территории Советского Союза в течение очень большого времени не велось никаких боевых действий. Люди здесь привыкли к мирной жизни. И фактически, помимо Афганистана, где все-таки действительно был в чем-то ограниченный контингент, хотя потом это разрослось, то, что проводилось там, у участия наших военных, это было достаточно секретно, это были люди, специально, так сказать, посвятившие этому жизнь, это было мирное общество. И вот теперь оказалось, что общество, 40 лет привыкшее жить в мире, вот простые граждане, это же большинство, вот, его власть ставит перед дилеммой. Твой сын завтра пойдет воевать в Чечню, и будет, возможно, убит, и будет убивать, возможно. Сейчас поставить перед дилеммой. Идите в войну. И забудьте вот то, что все это было 40 лет мирной жизни. Ну, люди не хотят, ну, не могут, не могут. Сложно объявить. Сегодня там в 4 часа утра, значит, немецкая авиация начала бомбить. Ну, шок у людей это вызывает. То же самое с Чечнёй. Несколько меньше, но шок. Отвыкли от этого. Вот все. Вот от того такое неприятие, в первую очередь. А дальше уже начинается вот эта вся политологическая, там, этническая, там, Кавказ, сложный регион. А первая реакция отторжения именно от этого. А как бы Вы сформулировали свое отношение к тому, что происходит в Чечне? Какой бы Вы дали характеристики? Да, это, конечно, сложно сейчас сделать, потому что у того, что сейчас происходит в Чечне, есть история. Нужно знать точные ответы на то, почему в девяносто первом году в Чечне мог возникнуть такой режим. Первое. Второе. Ответ ясен, потому что разрушался и был разрушен фактически Советский Союз. Второе. Кто конкретно и почему привел к власти Дудаева? Это не получилось случайно. Это так, что сам Дудаев задумал, и неожиданно из Прибалтики, где он находился со своим авиал-полком, переместился в Грозный. Были люди, которые привели к власти. Третье. Кто все это время, в тот первоначальный период и все это время, поставлял оружие этому режиму? Странно слышать сейчас, довольно что, Дудаева, 100 танков. Ну, 100 танков. Нужно быть очень богатым человеком и очень могущественным, чтобы просто взять и приобрести 100 танков. Все это длилось 3 года. Ну, и уже более ясные сейчас ответы, это ответы на вопросы, кто поддерживал оппозицию, вооружал ее, с какой целью, когда в этой оппозиции там половина оказалась уголовников, что мы видели на экранах телевизоров. Когда мы получим ответы на все эти вопросы, многие ответы не ясны, информация скрывается, тогда можно ответить полностью на этот вопрос, что сейчас происходит в Чечне. происходит вещь ужасная, безусловно криминализованная максимальная режима, безусловно. Безусловно, то есть накладывается, так сказать, чисто уголовное на этот порыв к суверенитету, к независимости, спровоцированный кем-то, когда ты это спонтанно получишь, теперь уже не важно, желание отделиться. Безусловно, один из самых воинственных, просто по истории народов Северного Кавказа, и самое главное, что опасно, это как спусковой крючок к тому, чтобы весь Кавказ начал бурлить. То есть вот исходя из трех, по крайней мере, этих позиций, значит, опасность эффекта домино на весь Северный Кавказ или как Кавказ вообще, криминальный аспект, и то, что при всем, при всей поддержке идеи, там, самоопределения наций, и всего прочего, если выбирается путь того, что от России может отделяться одна территория за другой, а дальше, что останется, то и посмотрим, это, конечно, тоже можно назвать государственной политикой, но вообще говоря, это она ведет к уничтожению государства, это ясно. То есть как бы по всем трем параметрам действия жесткие против этого режима, они могут быть оправданы, и вообще говоря, должны быть оправданы, но если мы посмотрим, что этому предшествовало, если мы посмотрим, и кто был участником того, всего этого, если мы как, кого поддерживали в борьбе против Дудову в последний год, если мы посмотрим, как принималось решение, как оно осуществлялось, чтобы максимально избежать участия там Думы, Совета Федерации, общественного мнения, независимых специалистов и так далее, то мы увидим, что даже если взять сами цели действий Кремля за исключительно позитивные, что в значительной степени так, то весь механизм принятия решений, обдумывания ее ответственности, он абсолютно негативный, так нельзя делать, чем сложнее проблема, тем с большей ответственностью нужно ее решать, оказалось, что проблема очень сложная, а решается предельно безответственно. Собственно, мы имеем последствия, я писал в одной из своих первых статьях по Чечне, вот в этот кризис, что прямым следствием того или иного и любого варианта действия в Чечне будет решение вопроса о власти в Москве, что уже сейчас началось, начались вот новые противостояния между Думой и правительством, Думой и Кремлем, и на верхних этажах вновь говорят о том, что предстоят очень существенные перестановки в правительстве, в администрации президента, и, видимо, это будет так, но это, естественно, желание избежать варианта государственного переворота, потому что он просто назревает, потому что просто группа людей ведет политику, опасную очень для государства и опасную для них самих, потому что эта политика не может удовлетворять всех, в том числе в этой вправящей верхушке. Комбинация с заменой главных действующих лиц хочет сейчас реально, ну, я сказал бы так, 50 на 50. Виталий Тунович, вы сказали о том, что решение на утечении было принято в Москве с Авиацией Совета Федерации и Думы, а все-таки почему же президент, ну, очевидно, президент принял такое решение, не дождавшись исходя переговоров, даже не дождавшись истечения ультиматума. Что роподвижно к этому решению? Ну, тут нужно либо говорить очень длинно и его очень коротко. Я отвечу очень коротко, тем более, что я об этом много писал, по-моему, здесь все очевидно. Если мы сейчас будем анализировать решение Кремля, Ельцина, исходя из представлений о том, что Москвой проводится какая-то политика по реформам, по конституированию новой политической системы, там, по тому, посему, это все по созданию российской государственности, вот. Мы всякий раз будем не понимать, почему же вот каждая конкретная ситуация вливается в такой конкретный, как бы, достаточно страшные действия. Но, если мы примем за аксиому, на мой взгляд, это уже давно доказанная и многократно доказанная теорема, что сейчас о решении в Кремле президентом в первую очередь и людьми наиболее тесно с ним связанными принимаются, исходя из единственного побудительного мотива, а именно сохранить свою власть, то все станет абсолютно ясно. В чем решение принимается так? Не сохранить свою власть там, чтобы сделать такое, чтобы сохранить свою власть на 10 ближайших лет, или там на 3 ближайших года, или там до 96-го года, до выборов, которые должны быть. Нет. Решение принимается так. Что нужно сделать сегодня, чтобы остаться у власти завтра? В буквальном смысле слова, в ближайшую неделю. Проходит это время, а сегодня что нужно сделать, чтобы завтра остаться у власти? Уверяю вас, если вот с этим алгоритмом подходить к анализу решений российского руководства, во весь последний период, особенно последние полгода, вы найдете объяснение каждому шагу его, в том числе и в Чечне. Последний вопрос. Ваш прогноз развития событий в Чечне, какой финал будет у всего? Значит, ну, строго говоря, финала не будет, потому что безусловно развязан конфликт вооруженный в данном случае, имею в виду, потому что конфликтная ситуация была уже давно, которая будет лить в той или иной степени очень долго. Это ситуация Кавказа вообще, и, к сожалению, ситуация того, что до поры до времени не было в России, а теперь, к сожалению, мы уже имеем, благодаря действиям наших властей. Это после распада страны, я имею в виду, Советского Союза, часть территории отделилась более или менее мирно, хотя там сейчас тоже претензии территориальные друг к другу, и тоже может еще вылиться в разные вещи, но пока отчасти с конфликтами причин тому много, в Таджикистане это одни причины, в Грузии другие причины, но во всяком случае мы имеем вот этот поезд вооруженных конфликтов вокруг территории России. Сейчас это уже перешло на территорию самой России. если в Карабахе длится 10 лет уже почти, почти 10 практически, то почему в Чечне будет меньше? Следно, в ближайшие годы этого конфликта до конца никак не решить, дай Бог, чтобы он не вызвал осложнение по всей этой южной цепочке российских границ. Что касается конкретной ситуации, она совершенно уже ясна с военной точки зрения. Действительно принято решение вытеснить вот этих боевиков, всех сторонников Дудаева, вообще всех сопротивляющихся власти Москвы в тех или иных формах в горы. Что они там в горах будут делать? Ясное дело, что все не померзнут, не исчезнут, не переведены. То есть какая партизанская война там будет вестись, отгородиться от этого, это тоже российская территория, но как бы в горах, бог с ними, калибровские власти там не живут. Отгородиться от этого и постараться на территории остальной Чечни построить нечто более привлекательное для местных жителей и для местной элиты в первую очередь, потому что это очень важно, чтобы этот район превратился более-менее стабильный, были проведены выборы, избран какой-то администратор, учитывающий интересы Кремля, были избраны в Совет Федерации, наконец-то представители два Чечни, чего до сих пор нет, это же единственная республика, которая в Совет Федерации не проводила выборы, не дала своих депутатов. Это ясно, что это план такой, в военном смысле. Расходится информация по отношению того, будут ли они брать Грозный, одни говорят, что они будут его обязательно брать, как массовая акция, а другие говорят, что нет, все-таки из Грозного тоже будут постепенно выжимать, выжимать, потому что, в конечном итоге, захват столицы так или иначе для любой войны, это очень важно, это символ окончания войны всегда, победы, вот, но, повторяю, относительно того, как будет осуществлена эта акция, выжиманием оттуда или захватом быстрым, решительным, здесь версии расходятся, информация расходится, вот что в Чечне, что это в целом дает, это дает то, что, конечно, конфликт каким-то образом локализуется, если это удается, загоняется в горы, но на юге у себя в очень сложном регионе Россия получает крайне нестабильную по лояльности к себе зону, которая в любой момент может при малейшем ослаблении центральной власти или при каких-то пертурбациях здесь в Москве может снова возникнуть как конфликтная зона, в общем, очевидно, что это будет тлеющий конфликт полувооруженный и полуневооруженный еще очень долгое время то есть кардинально проблема не решена вот в чем главная претензия к этому решению он не решает проблему вооруженные взятие грозного тесни всех в город даже вообще теснение всех из территории Чечни это не решает кардинальную проблему непонятно было бы иностранное государство завоевал потом ушел граница твоя это твоя территория какую-то часть населения ты не посажал в тюрьму не пристрелял не наказал останутся дети родственники все равно всех не убежит иная ситуация вот все равно этот конфликт остается Москва вошла в крайне затяжной и в крайне тяжелый кризис с конкретной частью российской территории чего в общем-то в последние три года фактически не было потенции в потенции было но фактически не было это крайне опасно для страны и для режима потому что я считаю что в таких условиях режим должен изменяться в сторону авторитаризма спасибо вам за интервью пожалуйста